Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо, сейчас буду Располагайтесь, пока я скоро приеду Пока, пока Что, случилось? Пока не знаю, но срочно нужно ввести Я тебя подвижу Пойдем, пойдем Куда ее сунул? Скорее всего, Калисовиченко ее уже нашла и выбросила Да вряд ли Здесь она еще не перебирала О! Есть А? Годится Зачем тебе это? Она же уже недействительна А кто об этом знает? Об этом же не знают ни в аптеках, ни мои клиенты Ты что, идиот? Тебя если вычислят, тебя посадят Да не вычислят Я хочу еще немного заработать денег Пока есть такая возможность Слушай, я тебя предупреждал Заканчивай торговать наркотой Ты у немцев в три раза больше получал Понимаешь? Да понимаю А, Анна Петровна Рад вас видеть Снова А я забыл свою любимую чашку Зашел забрать Забрали? Увы, нет Но если вдруг найдете Передайте, пожалуйста, через Владислава Борисовича Буду вам очень признателен Позвольте Печать верните Печать? Печать Да пожалуйста Спасибо Пойду провожу На всякий случай Дупликат, скорее всего Наверное Который доктор Тренев Случайно забыл сдать Ладно, пойдемте Анна Петровна Можно у вас буквально пару слов? Наедине Который доктор Тренев Подождем Я хотел поговорить с вами конфиденциально Знаете, до меня давно доходили слухи Буду бы Тренев тесно связан с местным криминалом Я не хотел верить в эти досужие домыслы А сегодня Пришел Брис К своему пациенту Увидел, что Тренев Заходит к вам в кабинет Я решил узнать, что он здесь делает Узнали? Ну да Надеюсь, третьего дупликата не существует Как там Марина? Она со мной больше не общается Всего доброго Субтитры делал DimaTorzok Интересно, у вас тут препараты валяются А что это я раньше не встречал? Навскидку не скажу Сейчас могу нового А сестре хозяйке надо сделать выговор за мусор Максим Всего доброго До свидания Вячеслав Борисович, посмотрите Я очень рада, что вы приехали Сделайте еще МРТ с контрастом Хорошо И также ежемесячно вы будете получать денежные пособия от нашего фонда «Надежда» Только мужа этим не заменишь Простите, я не это хотела сказать Я просто никак не могу привыкнуть, что его нет Мы трейлер собирались покупать Чтобы путешествовать с Женечкой, когда она вырастет А он взял и умер Все как-то странно очень Он же не болел никогда Как? Ну Мне показалось, что он у нас Он в нашей больнице лежал Я там работала когда-то Старшей медсестрой Ну да, я фотографию его видела Кирюша никогда не попадал в больницу А Ну он строителем был, да? Водителем Дальнобойщиком Я очень тебя люблю Субтитры сделал DimaTorzok Дальнобойщик Дальнобойщик ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день. Добрый день. Вы на приём? Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Что это? В порту сказали, головрач в курсе. Вы головрач? Да. Так, понятнее? А кто в порту направил вас ко мне? Мало. Давайте обсудим сумму. Немедленно заберите деньги и покиньте мой кабинет. Есть договоренность. Мне нужны медицинские справки. Двадцать. Я ещё раз повторяю, покиньте мой кабинет, иначе мне придётся вызвать охрану. Делайте, что говорю, иначе хуже будет. Уходите. Можно? Да-да, конечно. Мой иностранный гость уже уходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Присаживайтесь. Если вам вдруг потребуется помощь или защита, обращайтесь. Меня есть кому защитить. Орловский Игорь Алексеевич. Следователь Приморской районной прокуратуры. Что-то случилось? Анна Петровна, я здесь. Исключительно по личному вопросу. Я сейчас в отпуске. Слушаю вас. Вить, привет. Ну, что там у тебя? Дело закрыли? Поздравляю. Слушай, я тебе сейчас бросил эшемэска и маркировку одного препарата и закупил барбитуратов. Никогда раньше такого не встречал. Может быть, тебе удастся выяснить, что это такое? Да. Спасибо. Все, сейчас присылаю. Можно? Да. Я готовлю Петриковца из шестой палаты на выписку. Как посчитать и нужным? Что-то еще? Вы такой напряженный, Максим Александрович. А что вы делаете? Не надо. А у меня, между прочим, сегодня день рождения. Простите, не знал. Поздравляю. Спасибо. А может, сходим куда-нибудь после работы? Я приглашаю. Не знаю, во сколько я закончу. Работа не в проворот просто. Ну, я подожду. А может, мы здесь посидим? У меня как раз есть отличные конфеты, коньяк. Ну, я и в городе никого не знаю. А в день рождения оставаться одной нехорошо. А несите своих коньяк. После шести. Ну, отлично. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ А что, если я познакомлю свою дочь с вашей Настей? Они найдут чем заняться вместе? Думаю, это будет замечательно. Спасибо большое. До встречи. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Красиво. Константин Серов. Журналист Центрального телеканала. Поздравляю вас. Мы здесь всего пару часов, а я уже встретил самую красивую девушку города. Понятно. Ну, что понятно? Ну, приехали к морю. Решили завести курортный роман. А вот и не угадали. Я здесь в командировке. Снимаю репортаж о здешнем медицинском центре Бриз. Правда? Да. Не спорила. Бриз того стоит. А вы там лечитесь? К счастью, нет. У меня там мама главврачом работает. О как. Так это я удачно к вам подошел. Даже не надеетесь на протекцию. Не очень-то и хотелось. Привет, Лиза. Привет. Значит, вы знакомы? Да. Немножко. Ну, что ж, тогда пора работать. Елизавета, до встречи. До свидания. До свидания. Миша, дай пару минут, я догоню. Нам надо поговорить, Лиза. Хорошая командировка. К морю. Я вообще-то к тебе приехал. Ты как себя чувствуешь? С некоторых пор, Миш, это не твое тело. Миш! Еще увидимся. Хорошей работы! Мне рассказывали о вашей жене, но вы очень сильный человек. Вы смогли забыть прошлое, стать к операционному столу и начать новую жизнь. Я бы так не смогла. Как выяснилось, я тоже. Случайно обнаружились некоторые факты. И я понимаю, что в смерти моей жены все так просто. Я не успакуюсь, пока не разберусь. Максим, я понимаю, каково это возвращаться в пустую квартиру. А поехали ко мне? Простите, Ольга Николаевна, я очень устал. Тогда до завтра. До завтра. До свидания. Сори, Влад, но он не пробиваемый. Он будет копать дальше. Я считаю, нужно менять тактику. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуй, Полина. Привет. Познакомилась с Фроловой. Очень милая женщина. Благодарила. Ну, ты же не рассказала ей, что это от меня? Ну, нет, конечно же. Ты же просил. Скажи, а с каким диагнозом он лежал в нашей больнице? Ну, язва двенадцатиперстной кишки. Было осложнение после операции. Недели две он у нас проезжал. Ну, а мы с ним очень сдружились. Угу. Понятно. Баня, а ты правда, что ли, из столицы к нам приехал? Ну, да. Капец. У вас там что, институтов не хватает? Да нет. Просто мама здесь работает. В медицинском центре. В Бризе, что ли? Угу. А ты сейчас куда? Мы, может, погуляем? Извини, у меня встреча. Жаль. А то я могла бухфорд показать. Я потайной ход знаю. Спасибо. Другой раз, Влад. Как скажешь. У тебя шнурок развязан. А, спасибо. А вчера арабское судно в порт зашло. Наверняка нелегалов привезли. Каких нелегалов? Обыкновенных. На которых ваш Бриз наваривается. Ну, окей. До завтра. Ладно. Почему бы и нет? Давно хотел порт посмотреть. Так у тебя же встреча. Да нет, проблем перенесу. Сейчас. Сейчас. Да, Вань. А, алло, Юль. Слушай, извини, погулять не получится. Просто меня здесь в институте задержали. Я поняла. Ну, не получится, так не получится. Пока. Ну, все. Пойдем. Погнали. Далеко к порту вообще? Да нет. Владислав Борисович, позвонились в проходной, сказали, что приехали какие-то эти телевизионщики начали снимать наш Бриз. Это вы их пригласили? Конечно, нет. Ну, как бы я мог, без вашего ведома. Так и что делать? Ну, принимайте, как дорогих гостей. Реклама нам точно не повредит. Ладно. Хорошо. Пойду. Добрый день. Я главврач этого медицинского учреждения. Анна Петровна Колесниченко. Представьтесь, пожалуйста. Я журналист центрального канала Константин Серов. Приехал снимать вашу клинику. То есть, вы считаете возможным снимать здесь без разрешения руководства? Ну, вы же руководство. Разрешите. У меня редакционное задание. Если я вернусь без репортажа, мне снесут голову. Пожалуйста. Что вас интересует? Анна Петровна, я слышал, что в последнее время в Бризе практикуют нетрадиционные методики лечения. Вот мы и приехали разобраться, что это за методики, как они работают, и работают ли вообще? Работают. Еще как работают. Да. Очень интересно. Здрасте. Добрый день. Мишань, ты сними адресный план, а я пока пойду посмотрю, что здесь есть еще интересного во дворе. Спасибо, Анна Петровна. Молодец. Хорошо, что приехал. Да, но похоже, Лизе я больше наружу. Миш, да пойми ты, у нее сейчас измененное состояние. Нарушенный гормональный фон, от этого происходят эмоциональные всплески. Тебе нужно запастись выдержкой и нежностью. Нежность у меня выше крыши. С выдержкой проблемы. Лада, а с чего ты взяла… Тише. Давай потом. Тише. Давай потом. Тише. Тише. Только тихо, чтобы охрана не ссекла. Тише. 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 У меня мать бухгалтером по рту работает. Ага. И, конечно, тоже вдоль. А что тут такого? Всем нужно как-то жить. Ты у своей спроси, она наверняка тоже многое знает. Пойдем дальше. Лично мне рефлексотерапия помогает. Боль после сеанса отступает надолго. И еще… Брис совершенно замечательное место. Я совершенно здоров, но родственники меня зачем-то сюда определили. Но я этому даже очень рад. Здесь прекрасные врачи и совершенно очаровательные медсестры. Вам шах, Иван Павлович. Молодой человек, пожалуйста, помогите мне. Меня удерживают здесь насильно. Стюн, шах. Давай. И кто вас удерживает? Со мной происходят очень страшные вещи. Прекратите снимать. Прекратите, я сказал. Инна Львовна. Не стоит озвучивать ваши фантазии направо и налево. Идемте. Вам пора на процедуру. Людочка. Отведите, пожалуйста, Инну Львовну. Пойдемте. Пойдемте, Инна Львовна. Женщина нездорова. Стыдна. Молодые люди. Пойдемте. Слушай, ну реально вроде бы не в себе немного. Спокойно. Так надо. Кому? Много будешь знать, денег не получишь. Все, давай. Идем. Так, ну что. Продолжим. Вам мат, Иван Павлович. Ну не расстраивайтесь, Иван Павлович. На кого? Брис – совершенно замечательное место. Я совершенно здоров, но меня родственники зачем-то сюда определили. Девчонки, не убегайте далеко. Ага. Анна Петровна, расскажите мне рефлексотерапию. Фух. А ты знаешь, кто мой папа? Сыщик. А ты не сочиняешь? Нет. Он ловит преступников. У него даже медали есть. Ничего себе. А в Приморске есть преступники? Валом. Порт – это логово криминала. Слушай, а давай бандитов выслеживать. Будешь моей напарницей? Так нас в порт не пустят. А нам и не надо. Я знаю место, откуда все суперски видно. И еще у папы есть морской бинокль. Настоящий. Я завтра принесу. Забили? Забили. Наши девочки подружились. Пускай Настя приходит к Вере поиграть. Спасибо большое. А сейчас есть предложение. Пойдемте к нам пить чай? Конечно. С удовольствием. Ну и как тебе? Спасибо. Познавательно. До завтра. Ну, до завтра. Пацаны. Ну, чего? Пустите его. Не лезь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Передай своей мамашке. Пусть сговорчивее будет. Как ты? Нормально. Скорую вызвать или полицию? Не надо. Встать, помоги. Я здесь рядом. Живу. А при чем тут твоя мама? При том, наверное, что не выписывает никаких фальшовых справок. Моя мама новый главврач в прессе. Ничего себе. Лада, ты только никому об этом не говори, хорошо? Хорошо. И ты молча о моей маме. Договор? Пойдем. Пойдем. Из наших ты никого и не осталась. Ты уволилась. Таранец. Колесниченко в Приморск уехала. Кстати, главврачом. Так, а Таранец когда уволился? А вы что, с ним так и не общаетесь? Нет. Так когда? Ну, тогда же, когда и Анна. Они, кстати, вместе и уехали. А число помнишь? Это было через два дня после того, как у нас девочка умерла. От гнойного аппендицита. Вот. А произошло это два... двадцать... Двадцать первого сентября. Значит, уволился он двадцать третьего. Так я и думала. А как у тебя дела? Хорошо. У меня тоже все хорошо. Ну, если тебе интересно. Ваня! Что с тобой? Все нормально, тихо. Садись. Что случилось? Все хорошо. Ребра целы? Не знаю. Как это произошло? Хулиганы какие-то напали. Возле злепорта. Да. Мы даже не успели понять, что происходит. Я позвоню в полицию, пусть пришлю дежурный наряд. Не надо. Не надо полицию. Игорь Алексеевич, я сама вызову, если нужно будет. Пойдем, я пол посмотрю. Простите, пожалуйста, за несостоявшийся чай-то идти. Конечно. Ничего страшного. Настя, идем домой. Пока. Пока. До свидания. До свидания. Что произошло? Я же говорю, хулиганы какие-то пристали. А Ваня повел себя как настоящий герой. Пока. Почему ты не захотел вызвать полицию? Ты знаешь, кто на тебя напал? Не знаю кто, но знаю зачем. К счастью, серьезного повреждения нет. А за могло быть и хуже. Наш порт рассадник махрового криминала. И убедите вашего сына, чтобы он держался от него подальше. Подкараулить его могли где угодно. Я так понимаю, что это была попытка давления на меня, после того, как я не подписала какие-то справки. Видимо, Тренев неплохо на этом зарабатывал. А я не хотела в это верить. Что вы собираетесь делать, Анна Петровна? Конечно, обращусь в полицию. Меня сложно запугать. Ну, от местной полиции вы вряд ли чего добьетесь. Все знают, что именно они крышуют порт, и прочно встроены в тамошние криминальные схемы. И что вы посоветуете? Трудно сказать. Ну, если разобраться, в нелегальной перевозке мигрантов ничего ужасного нет. Людям помогают перебраться из неблагополучных стран. С другой стороны, за этим стоят реальные бандиты. И они могут угрожать вам и вашей семье. Поэтому, может, лучше выписать эти несчастные справки. Такое ощущение, что вы тоже задействованы в этой схеме. Я надеюсь, это шутка, Анна Петровна. Горский Максим Александрович. Да, в чем дело? Вам нужно проехать в отделение для дачи показаний. В связи с чем? Не знаю. Идемте. Ну, хорошо. Поехали. Паспорт возьмите. Я целое утро папе звоню, а он трубку не берет. На операции, наверное. Перезвонит, когда освободится. Наверное. Настя. Здрасьте. Привет. Юля. А можно мы пойдем с Настей на качельках покатаемся? Можно. Но через два часа будь дома. Хорошо? Идем, Анна Петровна. Идем. Ты чего мрачный такой? Есть повод веселиться. Твою маму я не сдал, но за свои мне реально стремно. Если она не будет лезть в дела Порта, то все будет окей. Отличный совет. Не мешайте бандитам обтяпывать свои делишки. Не злись. Я вообще-то попрощаться пришла. Уезжаю. В смысле? А институт? Еду к отцу. Он в Испании дома строит. Давно звал, но мама была против. А вчера после моего рассказа о драке резко передумала. И купила мне билет. У нас тут с портовыми разборками не шутят. Пока. Увидимся когда-нибудь. Пока. Пока. Ёлька. Ты чего? Того. А не надо врать. В институте меня задержали, а сам целый день с этой ладой протусил. И из-за нее по голове получил. Да это не так. Я просто не могу тебе всего рассказать. А мне неинтересно. Юль, ну подожди. Ай-яй-яй. Ну хватит дуться. А теперь давайте обратимся в полицию и расскажу все, что у нас есть по Треневу. Начинаю с наркотиков. Таким образом мы раскроем всю преступную цепочку. Игорь Алексеевич, заходите, пожалуйста. Мы с коллегой как раз обсуждаем вчерашнее происшествие с Ваней. Сын все-таки сказал вам правду? Все. Вы решили, что вам он сказал неправду. Мне так показалось, опыт подсказал. Вам показалось. Я все-таки решила обратиться в полицию. Кому там лучше? А вот теперь я вас попрошу этого не делать. По крайней мере пока. Я все объясню, только немного поще. Игорь Алексеевич. Привет. Привет. А ты здесь… Слушай, хорошо, что мы увиделись. Лиза, очень глупо, что мы поссорились. А я вообще-то не к тебе. Кость, привет. Привет, Лиза. Ну что, готова? Будем делать из тебя звезду. Валяй. Давай, я введу тебя в курс дела. Мишань, а ты выбери хороший ракурс. Да, конечно. Мишань. Вот, иди сюда. Вот, отсюда все видно. Ого. О, вон охранник. А это, кстати, кто? Дай посмотреть. Да нет, подожди. Точно. Не моряки. Странные какие-то. На, посмотри. Давай. О, так там твой папа. Где? Вон. Если здесь мой папа, сто процентов где-то рядом бандит. И мы с тобой их высадим. Вячеслав Федорович Войцеховский удивительный человек. Очень щедрый на дружбу. Он подарил маме возможности развиваться и самореализовываться. И чтобы у нее была возможность помочь как можно большему количеству людей, он купил приз. Лиза, слушай, у тебя был заплетык в слове щедрый. А. Ты можешь отдельно сказать? Просто щедрый. А я потом подложу. Щедрый. Так? Еще раз. Щедрый. Прекрасно. Давай теперь поговорим о другой стороне жизни врача Анны Колесниченко. Личной. Трудно поверить, что у такой прекрасной женщины и нет поклонников. У нее есть жених, и они очень любят друг друга. Слушайте, извините, давайте это вырежем. Я думаю, маме не понравится. Угу. Как скажешь. Каморожен. Ахахаха. Каморожен. Каморожен. Угу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, девочки, где приемное отделение, помню, да? Да, помню. По скорой кого-то привозят, врачи осматривают, вы делаете анализы, быстро, четко, если будут какие-то проблемы, звоните. Здравствуйте. Будем как-то решать. Я с этими отчетами не успеваю ничего сегодня. Ну, бывает. Так, подождите сейчас. Алло, да. Катя, привет. Ты сегодня Горского видела? Целый день не могу до него дозвониться. Нет, не видела. Я целый день с отчетами ничего не успеваю. Увидишь, скажи ему, что мне перезвонила обязательно. Да, хорошо. Спасибо. Девочки, за мной. Да. А вас устраивают методы лечения? И стоят ли они таких больших денег? У моих родственников деньги есть. Я это снимать не буду. Будешь? Не буду. На место встань. Костя, это чушь какая-то. Извините. Слышишь ты? Делают, что говорят, а не выпендриваются. Понял? Много ты тебе берешь. Руки убей. Производственный конфликт. Вам придется покинуть территорию Бриза. Конфликты нашим пациентам. Противы показаны. Как скажете. Анна Петровна, извините. Да ничего. Все хорошо. Чей ход? Мой. А давайте так. Значит, теперь вы мой лечащий врач? Нет. Я просто помогаю доктору Ньюзорову. И Ньюзорову. А что конкретно вас беспокоит? Простите. Слушаю. Одну минуту. Я сейчас вернусь. И мы обязательно договорим. М? Нужно сделать укол. Но я же объясняю. Мне от ваших уколов плохо. А я вам объясняю. Нельзя прекращать курс инъекции. Иначе ваше состояние может резко и значительно ухудшиться. Спасибо тебе большое, Полин. И прости, что тебе приходится тратить свое время из-за меня. Без проблем. Дело же благородное. Андрей, это ты сделал? Это ты сбил Фролова. Да, это я. Полин, понимаешь, было темно. Я выпил. Да я толком даже не понял, что произошло. Только потом уже. И ты сбежал. А что мне оставалось делать? Сдаться в полицию и сесть на 10 лет? Это помогло бы вдове в Фролова? Нет. Андрюша, я... О тебе с этим жить. Я думаю, что тебе стоит... Полина, а давай думать буду я, а ты не будешь вмешиваться. Я не могу не вмешиваться. Я люблю тебя. Аппарат вызываемого абонента выключен или находится... Анна Петровна, Иван Павлович в критическом состоянии. Запишите время смерти. Судя по всему, сердечная недостаточность. Запишите время эксперты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин